Ты мне близок Ты пришел, чтоб сладким сделать горе Ты пришел, чтоб милостью объять Ты пришел, чтоб сладким сделать горе Ты пришел, чтоб милостью объять Без Тебя и жизни мне не надо, Без Тебя я только что дышу. Ты святая, жизни мне отлада, Путь моим, Господь, Тебя прошу. Ты святая, жизни мне отлада, Путь моим, Господь, Тебя прошу. Там, где небо встретится с землею, Чтобы с рук ее принять меня, Там впервые встречусь я с Тобою, И глаза мои узля Тебя. Там впервые встречусь я с Тобою, И глаза мои узлят Тебя. А пока с надежною живою Я живу, пока в свой час умру. Ты мне ближе, чем песок прибою, И дороже, чем вода в жару. Ты мне ближе, чем песок прибою, И дороже, чем вода в жару. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать в этот воскресный день. Торе Freunde, ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen an diesem Sonntag. Можете в этот день, Бог благословит каждого, кто сегодня смотрит наш канал. Можете, Herr, на этом Тебе об этом сегодня segна, который уже смотрит наш канал. Я хочу с вами коснуться одной очень важной темы. Которое, как мне кажется, сегодня наиболее актуально для нас. Когда мы уже второй год находимся в состоянии Пандемии. Когда мы уже немного устали от этих ограничений. Когда мы уже устали смотреть на эти сводки заболевших. Когда мы уже устали смотреть на эти сводки заболевших. Wenn wir schon schauen auf die Zahlen der Erkrankten. То Бог хочет сегодня ободрить нас. So möchte der Herr uns heute erbauen. Я хочу прочитать из 104. Псалма. Und ich möchte vorlesen aus dem Psalm 105. Вторую половину третьего стиха и четвертый стих. Den zweiten Teil vom dritten Vers und den vierten Vers. Бог обращаясь через устал Псалма Певса говорит нам. Der Herr вендет sich durch den Mund des Psalmистs und spricht zu uns. Да веселится сердце ищущих Господа. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Ищите Господа и силу его. Ищите лица его всегда. Бог оставляет нам такой призыв в сегодняшнем дне. Der Herr gibt uns heute so einen Зурф. Говоря, ищите лица его всегда. И он говорит, ищите лица его всегда. А выше сказано о тех, кто ищет Господа. И от таких как бы дается повеление. Да веселится сердце ищущих Господа. И к ним, ищите лица, ищите лица, ищите лица Господа. И сегодня я хотел бы вместе с вами разобраться, для чего нам надо искать лица Господа. Для чего Бог оставил нам это повеление. И что этим вносится в нашу жизнь. Вы знаете, что если мы обратимся к новому Завету. Wisите, если мы обратимся к новому Завету. То там говорится о том же. Если мы откроем послание Колоссянам третью Главу и с первого стиха прочитаем. Если мы откроем послание Колоссянам третью Главу и с первого стиха прочитаем. Wenn wir den Brief an die Колоссянам aufschlagen und dann das dritte Kapitel nehmen und den ersten Vers lesем. То Дух Святой со страницы Евангелия говорит нам так. Dann spricht der Heilige Geist durch das Evangelium zu uns heute. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесну и Бога. А горнем помышляйте, а не о земном. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droбен ist, wo der Christus ist, sitzend, zur Rechten Gottes. Трachtet nach dem, was droбен ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Бог спрашивает нас. Итак, если вы воскресли со Христом. Und der Herr fragт uns, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid. А мы с вами однажды воскресли вместе с нашим Господом. Und wir sind alle gemeinsam einst mal mit dem Herrn auferweckt worden. В тот прекрасный день, когда мы принесли к его ногам все наши грехи и всю нашу жизнь. An diesem wunderbaren Tag, als wir unser Leben und unsere Сünden vor seine Füße gebracht haben. И возложили вот эту тяжесть греха на него. Und als wir die Last dieser Сünden auf ihn gelegt haben. В тот день мы примирились с нашим Богом. An diesem Tag haben wir Frieden bekommen mit unserem Herrn. В тот день назвал нас Господь своими детьми. An diesem Tag hat der Herr uns als seine Kinder bezeichnet. Но это не все. Нам еще нужно пройти путь на этой земле. Aber das ist nicht alles. Wir müssen noch einen Weg gehen hier auf dieser Erde. И этот путь непростой. Und dieser Weg ist nicht einfach. И этот мир предлагает много соблазнов. Und diese Welt, sie bringt sehr viele Wünsche oder lockt uns. И много Огорчений входит в жизнь нашу порой. Und oft kommen auch Betrübnisse in unser Leben dadurch. И потому Господь оставляет нам Повеление. Und daher bringt der Herr uns dieses Befehl. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Если мы хотим достойно пройти наш земной путь, то нам необходимо искать лица Господня. Wenn wir unseren irdischen Weg hier auf dieser Erde treu wandeln, durchgehen möchten, dann ist es unabdingbar für uns, dass wir das Angesicht Jesu suchen. Нам необходимо поднимать взгляд свой от этой земли на небо. Es ist unabdingbar für uns, dass wir unseren Blick zum Himmel wenden. Поднимать свои руки в святое небо. Dass wir unsere Hände emporheben zum heiligen Himmel. И призывать Господа. Und den Herrn anrufen. Чтобы он обратил свое лицо на нас. Damit er sein Angesicht Richtung uns вендет. Нечто еще важное говорит нам Бог. Давайте откроем Евангелие от Матфея 6 главу. Etwas auch wichtiges spricht der Herr auch, und wir möchten aufschlagen, dass Matthäus Evangelium, Kapitel 6. В этой главе Бог говорит о Птицах небесных. In diesem Kapitel spricht der Herr über die Vögel des Himmels. Он говорит, что они не сеют, не жнут, но Бог их питает. Er sagt, sie sehen nicht, sie ernten nicht, aber der Herr ernährt sie. И спрашивает, вы не больше ли этих Птиц? Und dann fragt er, seid ihr nicht mehr als diese Vögel? В этой главе он говорит о лилиях полевых. In diesem Kapitel spricht er über die Blumen des Feldes. Говоря, что даже Царь Solomon во всем своем величии не одевался так. Und dann lesen wir, dass der König Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht so gekleidet war. Как Бог одевает эту полевую траву. Wie Gott dieses Gras schмückt. И Бог говорит, вы больше этой травы. Und der Herr spricht, ihr seid viel mehr als das Gras. Неужели он не позаботится о нас? Wird er sich etwa nicht um uns кümmern? И 33. стих этой главы. Und der 33. Vers dieses Kapitels. Говорит так. Der spricht folgendes. Ищите же прежде Царствие Божие и правда его. И это все приложится вам. Трachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Бог призывает нас снова и снова искать Царствие Божие. Der Herr ruft uns immer und wieder zu, damit wir das Reich des Himmels suchen. Отдымать свой взор на горне. Damit wir unseren Blick zum himmlischen Empor heben. Где наш Господь стоит одесную Славы Божьей. Dort, wo unser Herr zur rechten Seite des Gottes steht. Бог призывает нас искать Лица его. Und der Herr ruft uns, sein Angesicht zu suchen. Если мы так поступаем в нашей жизни. Und wenn wir so in unserem Leben handeln werden. То все необходимое. Dann wird all das, was wir benötigen. Пища, одежда. Die Kleidung und die Speise. И все, что нужно нам для благочестивой жизни. Und all das, was wir benötigen, damit wir ein gutes Leben führen können. Бог подаст, потому что он это уже приготовил. И Господь так интересно говорит, чтобы мы не заботились о завтрашнем дне. И я размышлял над этим стихом и пришел к такому выводу. Und ich habe über diesen Vers nachgesinnt und bin dann zu diesem Entschluss gekommen, что в дне сегодняшнем нам не надо заботиться о том, что в дне сегодняшнем нам не надо заботиться о том, о чем нам нужно будет заботиться завтра. О чем нам нужно будет заботиться завтра. Наш Бог есть Бог устройства и порядка. Унер Хер ist ein Gott der Ordnung. Он дал время для работы и для отдыха. Er hat die Zeit gegeben für die Arbeit und für die Pause. Он дал время для Сна ночного. Он дал время для встречи. И во всем этом он оставил время для того, чтобы нам искать его лица. И время оно так коротко. И время оно так коротко. И как бы нам не пожалеть потом в конце жизни, что мы так мало уделяли времени для поиска лица, Господи. Друзья, но я хочу сказать, что и в суете можно искать Лица, Божьего. И на работе можно обращаться к Богу. И в дороге и в пути можно искать Лица, Господне. И на отдыхе можно искать Лица, Господне. И даже когда мы ложимся спать, мы можем просить Бога, чтобы он приходил к нам во сне и наставлял нас, потому что Слово Божье говорит, ищите Лица его всегда. Оставляйте эту Суэту. Не прилагайте сегодня усилия о дне завтрашнем. Наш Бог знает, что нам необходимо, для жизни. Уже он уже все приготовил нам, как на сегодня, так и на завтра. И еще больше, он уже приготовил нам, как на сегодня, так и на завтра. Давайте мы откроем с вами книгу Чисел, четвертую книгу Моисея. Ласст uns gemeinsam das vierте Buch Моисея. И мы посмотрим, что приносит нам поиск Лица, Господне. И вот здесь мы берем, что мы получаем, когда Бог пресняет на нас своим лицом. Мы прочитаем из 6. Главы. Wir werden lesen aus dem 6. Kapitel, с 24. стиха, ab dem 24. Vers. Бог дал повеление священникам, так благословлять народ Божий. Der Herr hat den Priestern den Befehl gegeben, so das Volk Gottes zu segnen. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презирит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов израилевых и я благословлю их. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Diese Schriftstelle beschreibt uns konkret, was aus dem Angesicht Gottes hervorkommt. Если он на тебя или на меня, дорогой друг, wenn der Herr sein Angesicht auf dich oder auf mich, mein teurer Freund, wendet, то от его лица исходит в жизнь твою благословение. So kommt von seinem Angesicht herab zu uns sein Segen. Приходит в жизнь твою милость от лица Господня. In unser Leben kommt hinein die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes. Бог ставит охрану на жизнь твою, когда обращает лицо свое на тебя. Der Herr stellt seinen Schutz über dir, wenn er sein Angesicht zu dir wendet. И Божий мир, он приходит в твое сердце, потому что Бог обратил свое лицо на тебя. Und der Friede Gottes kommt in dein Herz hinein, weil der Herr sein Angesicht zu dir gewendet hat. Вы знаете, Царь David, он был и великим Царем, и великим Пророком. Wisst ihr, der König David, er war ein großer König und auch ein großer Prophet. И мы читаем его Псалмы. Und wir lesen seine Псалмы. И мы читаем в 50. Псалме, он просит Бога. Und wir lesen im 51. Psalm, dass er den Herrn битет, не отринь меня от лица твоего. Венди dein Angesicht nicht ab von mir. Он понимал, что если Бог отвернет лицо свое от человека, er hat verstanden, wenn der Herr das Angesicht von den Menschen обвенит, то в жизни человека теряется всякий смысл. So verliert das Leben eines Menschen jeglichen Sinn. Если Бог не смотрит на человека, wenn der Herr nicht auf einen Menschen schaut, то человек живет абсолютно бессмысленной жизнью. So lebt der Mensch ein vollkommen sinnloses Leben. Aber wie geschrieben steht, dass Angesicht des Herrn es leuchtet. И Лицо Господня просвещает всякого, на кого смотрит Господь. Das Angesicht des Herrn durchleuchtet einen jeden, auf den er herabschaut. Царь Давид уже в следующем 51. Psalm говорил, а я как зеленеющая маслина. Und im 52. Psalm spricht David weiter, ich bin wie ein grünender Baum в доме Господнем в доме Господнем. Im Hause des Herrn. Ein Ölbaum, der wird dadurch grün, wenn er Licht empfängt. Das Angesicht des Herrn war gewendet zu David. Und in der Freude seines Herzens sprach er, ich bin wie ein grüner Ölbaum im Haus des Herrn. Preise unserem Herrn dafür. Wisst ihr, dass der Herr uns hier auf dieser Erde erbaut hat, und damit er heute zu uns herabschauen kann mit seinem Heiligen Angesicht, über den wird dann gesagt, er ist das Licht dieser Welt. Und wir leuchten nicht durch unser eigenes Licht, sondern durch das Licht unseres Herrn. Darum ruft der Herr heute, dass wir sein Angesicht suchen, dass egal wo wir uns auch befinden, egal auf dem Weg oder auf der Arbeit, möglicherweise sind wir in Gemeinschaft mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, dass wir an jedem Ort die Quelle des Lichtes sind hier auf der Erde. Ищите Лицо Господне. Ибо если Господь обращает светлое лицо своё на такого человека, то такой человек наполнен Божьим светом, то будет dieser Mensch erfüllt werden mit dem Licht Gottes. Милость Божья и охрана Божья сопровождают такого человека. Die Gnade Gottes und der Schutz Gottes, sie begleiten diesen Menschen auf allen seinen Wegen. И такой человек, несмотря ни на какие обстоятельства в жизни и в мире, он наполнен Божьим миром. И он даёт надежду окружающим людям. Люди, видя такого человека, спрашивают, почему ты такой спокойный? Люди могут задать вопрос, отчего ты веселишься и радуешься? И когда получают ответ, что сердце моё веселится от того, что я взыскал лица Господня, я верю, что люди, не верующие, начинают также искать этого покоя, потому что мы сегодня призваны, друзья, быть проводниками Божьего света на этой земле, чтобы это было возможно, нам необходимо взыскать лица Господня. И чтобы это было возможно, нам необходимо взыскать лица Господня. Царь Давид, наполненный Духом Святым, в восьмом стихе сказал такие слова. Der König Давид, erfüllt mit dem Heiligen Geist, spricht им 8. Vers folgende Worte. Сердце моё говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht, dein Angesicht, о Хер, will ich suchen. И сегодня я верю, что Бог говорит в сердцах наших от имени своего, ищите лица моего. И моё сердце сегодня слышит этот призыв Божий, защите лица Господня. И я, дорогие друзья, хочу вместе с вами сегодня в молитве сказать нашему Господу, буду искать лица твоего всегда. Буду искать лица твоего, несмотря ни на какие обстоятельства. Ich werde dein Angesicht suchen, ungeachtet der ganzen Situation um mich herum. Буду отвергать всякий страх. Ich werde alle Angst ablegen. И всякую Тревогу. И не jede Трюбсаль. И буду искать лица Божьего. И буду искать лица Божьего. И я буду искать лица Господа. Ибо от лица Господа приходит в мир сердце, ищущих его. Denn von dem Angesicht Gottes kommt der Friede in ein Herz eines jeden Menschen, der ihn sucht. И Бог оставил нам обетование. И Бог оставил нам обетование. И Бог оставил нам обетование. И если вы взыщете меня, wenn ihr mich suchen werdet, я буду вами найден. So werde ich von euch gefunden werden. Слава живому Богу. Божьего, я хочу молиться с вами. Meine Freunde, ich möchte mit euch gemeinsam beten. И пусть Бог сегодня обратит свое лицо на нас. И möge der Herr heute sein Angesicht zu uns ввenden. А ему да будет вечная Слава. Und ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Аминь. Аминь. И мы помолимся. Und wir werden beten. Боже, благий наш Бог. Слава, честь и хвала тебе, Иисус. Усер herrlicher Gott. Dank und Ehre sei dir, mein Jesus. И мы сегодня велико тебя благодарим за то Избрание. Und wir danken dir von Herzen für diese Erwählung, которую мы получили сегодня не по делам и заслугам, die wir heute empfangen haben, nicht aufgrund unserer Taten. Но по великой твоей Милости и по благодати твоей. Сondern aufgrund deiner großen Gnade и Бармherзigkeit. В Иисусе Христе. Durch Иисус Христус. Ты облег нас святое звание детей твоих. Ты hast uns dazu berufen, deine Kinder zu sein. И мы славим тебя, наш Бог, за это. Und wir danken dir, mein Herr, dafür. И мы просим сегодня, обрати лицо твоё на нас. Und wir bitten dich darum, mein Herr, dass du dein Angesicht zu uns ввендест. Дабы нам наполнится всеми твоими благословениями. Damit wir erfüllt werden von deinen Segnungen. Дабы чудный свет твоего лица просветил сегодня нашу внутренность. Damit dein wunderbares Licht unser Inneres durchleuchtet. Чтобы нам вынести из тайников наших всего свет твой. Dass wir alles aus unseren dunklen Seiten hervorbringen in dein Licht. Очиститься и освободиться. Damit wir gereinigt werden und befreit werden. И пойти по этому миру великий Бог. Und auf diesen Weg gehen können, unser ewiger Vater. И источать свет твоим окружающим нас. Чтобы имя твое прославлялось в этом мире. Damit der Name verherrlicht werde in dieser Welt. Чтобы через этот чудный твой свет. Damit durch dein wunderbares Licht великий Бог ты приводил бы еще и еще ко спасению многих. Großer Gott, dass du noch mehr und mehr hinzutust zur Errettung. Дабы в молитвенных домах уже не хватало места для славящих тебя, великий Бог. Damit in den Gebetshäusern kein Platz mehr ist für diejenigen, die dich verherrlichen. Возьми нас, будел твой великий святой. Ним ты uns in deine Hand, unser heiliger Gott. Как сосуды в доме твоем. Als Gefäße in deinem Haus. И используй нас в высоком употреблении. Und gebrauche du uns für deinen Dienst. Наполни нас благодатью твоей. Erfülle uns mit deiner Gnade. Наполни миром твоим и любовью твоей, Господь. Erfülle mit deinem Frieden und mit deiner Liebe, Herr. Erfülle uns du über alle Maßen hinaus, damit es auch hinausläuft. Оживляя все вокруг нас, Владыка Неба. Und all das lebendig macht, was uns umgibt. Мы желаем послужить тебе сегодня, Господь. Wir wünschen dir, Herr, heute zu dienen. И в этом дне. An diesem heutigen Tag. И во всех днях, которые ты оставляешь нам на этой земле. Und all den Tagen, die du uns noch lässt hier auf dieser Erde. Damit, wenn wir einstmal in dein Himmelreich kommen, wir die guten Früchte unserer Werke zu dir bringen können. Und dass wir aus deiner Hand den Kranz der Herrlichkeit empfangen können. Und daher bitten wir dich heute, möge dein Angesicht jeden Augenblick zu uns gewandt sein. Möge das Licht deines Angesichtes unser Weg erleuchten. Segne du uns, großer Gott. Stärke du uns in unseren Schwach heiten. und führe du uns auf dein Weg der Wahrheit. Bewahre bis zu deinem Tag. Und wir rühmen dich und preisen dich ewiger Gott. Ehre und Danksagung sei dir. Unser ewiger Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Es es Субтитры создавал DimaTorzok Любимая дитя, хоть чувства все не мы, Ты говоришь, сильна, хоть силы все ушли. Ты говоришь, держись, когда сдаюсь опять, И когда чужая всем, ты говоришь, твоя. И верю я, и верю я всем твоим словам. И верю я. Значение имеет все, что думаешь ты обо мне. В тебе нашла я свою ценность, предназначение. Любимая дитя, хоть чувства все не мы, Ты говоришь, сильна, хоть силы все ушли. Ты говоришь, держись, когда сдаюсь опять, И когда чужая всем, ты говоришь, твоя. И верю я. И верю я. Всем твоим словам. И верю я. Что имею, Боже, возложу я у ног твоих. Неудачи все тебе, но и победы все твои. Любимая дитя, хоть чувства все не мы, Ты говоришь, сильна, хоть силы все ушли. Ты говоришь, держись, когда сдаюсь опять, И когда чужая всем, ты говоришь, твоя. И верю я. И верю я. Всем твоим словам. И верю я. И верю я. И верю я. И верю я. Всем твоим словам. И верю я. Всем твоему желанию. И верю я. Солён MASU Девочка-пай Вперёд людей тревога, Спасень ищет немощью своей. И я во тьме ходила, Душа моя молила, Истины не знала я твоей. Господь своей рукою Забрал меня из мира, Нашёл меня средь горя и беды. И в сердце поселился, В спасенье обратился, Святого Духа даровал, Он мне. И в сердце поселился, В спасенье обратился, Святого Духа даровал, Он мне. Прибудь со мной, о Боже, Не дай с пути мне сбиться, Христова кровь бежит в душе моей. И сердце сокрушится, Во тьме душа томится, С тобой соединимся в судный день. О мир в защите Бога, Умой сердца слезами, И вытри добрым делом и мольбой. Господь тебя услышал, Протянет к тебе руки, И с неба в сердце даст тебе покой. Господь тебя услышал, Протянет к тебе руки, И с неба в сердце даст тебе покой. Господь мой Бог, Творец вселенной, Молитве слабой и презренной, Внемли, Внемли в святом величии, Когда весь мир земных людей С холодным, мрачным безразличием В глубокой горечи моей проклял меня, Изгнав в пустыню, Где я страдаю и до ныне Несчастный жребий свой влача, Где жизнь гаснет, как свеча, Где постепенно, умирая, Мольбой смиренною взывая, Губами тихо шевеля И мокрыми от слез глазами В ночную ввысь небес глядя. Творец, о милости прошу, Нет, мне не нужно всяких благ, Хотя я болен, нищ, инак, Но, умирая постепенно, Проказой страшной поражен, Молю, услышь мой слабый стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенна. Пошли мне смерть без всяких мук, Прервав мучительнейший круг. Мне будет сладким утешением Навеки с ней уйти в забвенье. Прости, кощунственное слово, Что я тебе сейчас сказал, Но я надежду быть здоровым Тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светило, Молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой Жестоко мучила меня. Душа устала я стенала, Как будто вырваться желала От изнурительных объятий. Вдали, уснув, лежали братья. Несчастье горького друзья Им сон короткого мгновения На миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал, Что он нам даст, никто не знал. Друзья, поднявшись, в путь пошли, Я, как и прежде, отставал. Картины мрачного конца Врывались снова к нам в сердца, И, как и раньше, жаркий зной Полил нас всех. И мне порой казалась жизнь Жестоким сном, клубком мучений. Но потом я с удивлением заметил, Что нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил Тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил. Их крик о помощи молил. О, Иисус! О, Сын Давидов! Они вторили каждый раз. О, исцели! Помилуй нас! Невдалеке от нас стоял И со страданием смотрел Какой-то путник. Я не знал, кто он. И также не посмел кричать с друзьями. Только взглядом, В надежде, ставшись с ними рядом, Смотрел с мольбой ему в глаза. И взор его, внезапно встретив, Я вздрогнул вдруг. Когда заметил, с какой нежной теплотой, Он на меня смотрел так просто. А в сердце боль проникла остро, Как будто в чем-то виноват. Ведь в душу вникнул этот взгляд, Где все узрел и прочитал. И в скрытом сердце он узнал, Когда Творца небес о смерти Я темной ночью умолял. Он видел все. И то проклятие, О чем ему хотел сказать я, Но нужных слов не находя, Он и без них понял меня. Скорей, идите, Покажитесь священнику. И мы ушли. Но я друзей уже в пути Спросил о нем. Кто он? Скажите. Из них ответил мне один, Тот царь, Мессия, Божий сын. Мне непонятно до сих пор, Как это все произошло. Но боль, страдания и позор Внезапным мигом все ушло. Себе почуяв исцеление, Я замер в сильном изумлении. Исчезли мигом сердца, Муки, здоровый тело, Ноги, руки и крик, Взлетел в небес покров. Творец, творец мой, Я здоров. Творец, творец, И горло сжалось, В слезах потоками прорвалось, Все, что в душе своей имел. Мне трудно это объяснить, К стыду скажу, Я не умел, Я не умел благодарить. Кричали, плакали друзья, Со мной вместе, И исцеление они имели, Но я в неописуемом волнении Обратно быстро побежал. Я знал, что делал, Да, я знал, Я побежал тогда к Мессии, И Он меня как будто ждал, Обняв Его святые ноги, Я громко плакал и рыдал, И что-то говорил о Боге, И снова-снова повторял, Не в красноречии о словах, Но в благодарности, слезах. Я говорил слова простые, Но с тихой грустью Прозвучал вопрос, А где же остальные? Мне стало больно. В этот миг я вспомнил, Вдруг об остальных я вспомнил, Как они просили, Но чтоб прийти к Нему, Склониться, Склонить сердца свои, И лица со мною вместе Позабыли. Вздохнув, меня Он отпустил, Но перед тем благословил. И как на крыльях, Я потом летел обратно в отчий дом, От счастья я летел, как птица. Я представлял родные лица, Восторги, встречи, И объятия отца, И матери, и братьев, И крик, и радость на устах, И слезы счастья на глазах, И снова сливы все в одном, Скорей в родной вернуться дом. Вот и пришел я, Но а там родные В первое мгновение своим Не верили глазам, Глядя с великим изумлением, Не передать мне радость их, Знакомых. И друзей моих. Немного времени спустя Желание крепкое меня подвинуло, Подняло в путь в Иерусалим, Где перед Господом святым Мне захотелось помолиться, В великом храме преклониться, Воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу, В великий город я пошел, Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, Когда от жуткого мучения Я постепенно умирал. Вот место то, Где я молился, Где с болью Богу умолял, Чтоб Он к мольме моей склонился, И смерть скорее мне послал. Но вот вдали глаза моим Предстал с величием святым Наследие древних отцов, Краса земли и Иерусалим. Он вновь стоит передо мною, И я, смешавшийся с толпою, К нему как прежде приближался. С народом вместе я спешил И был немного удивлен, Когда, подняв свои глаза, Вдали заметил три креста. Кто там был распят, я не знал, И поскорее поспешил, И тихо у людей спросил, Кого там на кресте распяли? Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один, Тот царь, мессия, божий сын. Я верить не посмел ушам, Ушам не смог, но вот глазам, Возможно, разве позабыть Его лицо, лицо родное, Настолько близкое, святое, Взять, оплевать его, избить. И застанал я, Боже мой, Что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои, Кто мог тебя казнить, Когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь от страшной муки Ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной, Кто только что тебя поднял В мучении страшном над вселенной? Мой взор туманился от слез, Я застанал, о мой Христос, И больше говорить не мог, Лишь повторял в себе, О Бог, сплетенный тернием венец, Чего я звил, но сдрогнул я, Когда в небес простор глядя, Он закричал, Отец, Отец, зачем оставил ты меня? Померкло солнце, Тьма сошла, Народ бежал, Остался я, Откуда взялось то томление? В душе и сердце я не знал, Но, преклонив свои колени, Сквозь слезы с болью прошептал, Господь мой Бог, Творец вселенной, Молитве слабой, но священной, Внемли, внемли в святом величье, Когда весь мир земных людей С холодным, мрачным безразличием Распял Христа, Царя царей, Когда о смерти я взывал Он, Он вместо смерти жизнь мне дал, И жизнь эту принимая, Ее тебе я возвращаю На век отныне, Боже мой, Я раб Христов, И раб я Твой. Аминь. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Горосер Гот, я хочу дать вам, что ты мне дам, что ты мне дам, что ты мне дам. Горосер Гот, ты ты, что ты мне дам. Субтитры создавал DimaTorzok Diese Gnade kann ich nicht verdienen, diese Gnade, sie ist ein Geschenk. Was auch kommt, ich werde sie nie verlieren, kann nichts dafür tun. Ich kann nur in ihr ruhen, deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist. Jeden Morgen strahlt sie neu, sie endet einfach nicht. Deine Güte bleibt, weil du für uns bist. Und an deiner Vaterhand gehen wir ins Licht. Großer Gott, ich will dir danken für das, was du für mich getan hast. Großer Gott, du bist das Schönste mir. Du bist das Glied meines Lebens. Weil du mich liebst, leb ich nicht vergebens. Du bist meine Seele, sie wird still vor dir. Diese Gnade kann ich nicht verdienen. Diese Gnade, sie ist ein Geschenk. Was auch kommt, ich werde sie nie verlieren, kann nichts dafür tun. Ich kann nur in ihr ruhen. Friede mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Ich bin froh, euch auch heute begrüßen zu dürfen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, ich habe heute eine sehr wichtige Information, bevor ich beginnen werde zu predigen, möchte ich euch kurz informieren und euch auf einige Fragen antworten. Die erste Frage ist, die viele interessiert, warum wir heute unsere Gottesdienste in der Gemeinde gestoppt haben. Ich denke, dass alle die, die in Deutschland leben, sie verstehen die Situation, in der wir heute leben. Und alle die, die vielleicht aus anderen Ländern zuschauen, dann möchte ich euch informieren, dass wir aktuell die Zeit der Pandemie und der Quarantäne haben. Wenn Gott geben wird, wird die Situation wieder stabil werden und wir werden uns wieder im Gemeindehaus versammeln. Das Ganze tun wir als Vorsichtsmaßnahmen, und berücksichtigen die Zeit und die Situation, und möchten schlechte Folgen einfach enteilen. Das zweite, worauf ich heute besonders stehen bleiben möchte, das ist auf der Frage, die viele von euch interessiert. Wie ist meine persönliche Meinung zur Impfung? Ich weiß, dass auf dieses Thema schon viele Prediger ihre Meinung gesagt haben. Und es gibt auch einige, die unsere Meinung sind. Und ich möchte ein bisschen teilen. Und ich möchte gleich sagen, dass es keine theologische Frage ist. Und ich möchte gleich sagen, dass es keine theologische Frage ist. Und natürlich, wenn ich hier in der Kanzel stehe, dann möchte ich nicht darüber sprechen. Weil diese Frage euch aber interessiert. Und ihr mich persönlich danach gefragt habt. Ich möchte mich mit meiner Sicht teilen. Meine Freunde, ich möchte damit beginnen, dass genau auf diese Frage, die Frage der Impfung, oder, ja, generell der Impfung, da wäre es besser, wenn ein Mensch antworten würde, der sich damit auskennt. Ich bin kein Mediziner und kann auf mich nicht die Verantwortung der einen oder anderen Entscheidung nehmen. Das Einzige, was ich tun könnte, ist, dass ihr euch wendet an den Arzt, der euch behandelt. Oder an einen Spezialisten, der sich damit auskennt. Und hier möchte ich auch den Punkt setzen. Ich verstehe aber, dass das euch nicht interessiert. sondern euch interessiert höchstwahrscheinlich meine theologische Meinung. Wenn ich darüber sprechen werde, dann wird das wahrscheinlich etwas mehr Zeit brauchen. Aber vielleicht wird das dem einen oder anderen helfen, sich zu entscheiden. In dieser nicht einfachen Zeit und nicht einfachen Situation für uns alle. Ihr wisst ja, vor nicht allzu langer Zeit, mir ein Bruder hat ein Bruder mir per WhatsApp eine Information geschickt. Und was meint ihr? Das war ein kurzes Video, in dem ein Mensch sich negativ geäußert hat den Menschen gegenüber, die geimpft sind. Und das war ein gläubiger Mensch. Und er hat die Menschen stark kritisiert und verurteilt, die sich innerhalb dieser Zeit impfen lassen haben. Und der Mensch hat angefangen zu sprechen über die letzte Zeit, in der wir heute leben. Und über die ganzen Berechnungen, die ihm verfügbar sind. Und über die ganzen Berechnungen, die ihm verfügbar sind. Ich weiß nicht, woher er die ganzen Sachen hat. Aber ich kann vermuten, ich habe die Predigt eines Amerikaners gehört, der auf Englisch gesprochen und ein Mädchen hat ihn übersetzt auf Russisch. Und ich vermute, dass dieser Mensch die Information von dieser Persönlichkeit übernommen hat. Und in diesen ganzen Details. Und über die Wiederkunft Jesu Christi, die heute geschehen sollte. In diesem Jahr, in diesem Monat. Und wenn ich mich nicht täusche, dann hat er sogar ein Datum genannt. Der 4. November. Und wenn ich mich nicht täusche, dann hat er sogar ein Datum genannt. Der 4. November. Und ihr wisst ja, von da wollte ich schon gar nichts mehr hören. Aber allein aus Respekt vor diesem Bruder, der mir das Video gesandt hat, habe ich das Video doch bis zum Schluss angeschaut, um einen Kommentar oder eine Analyse des Ganzen abgeben zu können. Und dann habe ich ihm meine Meinung in Bezug auf dieses Video geschickt. Meine Freunde, warum spreche ich heute darüber? Ich möchte heute alle meine Brüder und Schwestern und alle, die uns zuhören oder anschauen werden im Internet, einfach nur bitten, Donneue nicht zu besluten, neilet nicht, deine Schlüsse zu ziehen. Donneue nicht, einander zu verurteilen. Donneue nicht, diese Brüder und Diener zu verurteilen, die nicht eure Meinung sind. Das ist nicht unsere Berufung. И Иисус Христос в седьмой главе о Матфея Иисус Христос пишет в седьмой главе о Матфея сразу сначала обращался ко всем и обращается сегодня и к нам с вами. Да вендет er sich an alle и вендет sich auch heute к нам. Не судите, да не судимы будете. И он дальше говорит, каким судом судите, таким, и вы будете судимы. Иисус Христос пишет в седьмой главе о Матфея и вы будете судимы. Мы живем сегодня в такое время, где брат судит брата, только вот по этим принципам выстраиваются взаимоотношения друг с другом. Иисус Христос начинается, мы начинаем определять одного в одно место, другого в другое. Мы начинаем приписывать друг другу то, что на основании священного писания мы не имеем права делать. в связи с этим я бы хотел привести один пример. В связи с этим я бы хотел привести один пример. Позже она будет как параллель и прозвучит действительно просто в качестве примера. Знаете, здесь в Германии я встретил одного человека. И я спросил о его специальности, чем он занимался в России. И он мне просто так ответил, я мухамор. меня это немножечко смутило. И я была удивлена. И продолжая отвечать мне на этот вопрос, он говорит, я занимался мухами. И он мне тоже ничего не дало. И это, знаете, он прокомментировал это, что он имел в виду. И он говорит, я пчеловод, занимался пчелами. И он говорит, я был Бенензючтер, я был бы меня занимался пчелами. Но тогда все стало на свои места. И тогда я это не могло. Дорогие мои братья и сестры, я думаю, что между мухами и пчелами большая разница, правда? И вы это хорошо знаете. Но у них есть что-то общее. И муха, и пчела, это насекомые. И те и другие могут летать. И те и другие ориентируются на запах. Но между ними большая разница. Но между ними большая разница. И я думаю, вы догадываетесь, что я имею в виду. И я думаю, вы догадываетесь, что я имею в виду. Мухи садятся на что попало. И они не производят Мед. И они не ставят гидрак, и это очень нечистое насекомое. И это очень нечистое насекомое. Которое очень способно распространять заразу. Это очень способно распространять заразу. Но пчелы, это другое насекомое. Это чистое насекомое. Это полезное насекомое. Это очень трудолюбивые насекомые. И они производят для всех нас мед. И пчелы садятся выборочно. На цветущие луга. На цветущие сады. На цветущие сады. Они избирают цветы. И они собирают цветы. Оттуда они собирают нектар. И производят мед. И ставят даруу хоних. Дорогие мои братья и сестры. Я бы посоветовал всем нам. Я бы посоветовал всем нам. Делать выбор. У нас большой спектр. В интернете. И мы имеем право выбирать. Дорогие мои братья и сестры. Мои любим брюдер и швестер. Давайте мы будем похожи на пчел. Ласст uns den Bienен ähnlich sein. Будь такими трудолюбивыми. Флейсig sein. Мы будем питаться нектаром. И нас нектаром. Мы будем образно говоря приносить пользу нашему Господину. Чтобы через это прославлялся Господь. И что dadurch unser Господь. Конечно, мы живем сейчас непростое время. Конечно, мы живем сейчас в непростое время. И если говорить с богословской точки зрения, я вернусь опять к той же Вакцине. Я вернусь опять к той же Вакцине. И ко всему тому, что мы сегодня можем иметь на платформе интернета. И к тому, что сегодня говорят некоторые служители. Забегая вперед времени. И они проходят в свое время. Что-то прогнозируя. И делают большие ошибки. Я бы хотел, братья и сестры, вернуться к основной нашей теме. Что мы можем сказать с богословской точки зрения о Вакцине или Вакцинации? Что мы можем сказать и сразу сказать. Я разделяю то мнение многих братьев и сестров, которые очень много братьев и сестров, я тоже считаю, что это не то, чего мы должны так сильно бояться. И я думаю, что это не то, вовремя мы так сильно боимся. Но я вижу в этом, но я вижу в этом проблему. Вы знаете, прежде чем мне продолжать об этом говорить, я бы хотел привести один такой просто, ну, для всех, я думаю, что из нас доступный пример. Можете я дать один пример, который будет для нас доступным. Дорогие мои братья и сестры, все, кто имеют водительское удостоверение, вы уже, наверное, ездили по просторным дорогам, вы уже, наверное, уже ездили по просторным дорогам, ровным дорогам, где вы можете свободно, без особых ограничений, особенно здесь в Германии, вы можете спокойно преодолевать большие расстояния и даже с большой скоростью. Но у нас здесь в Шварцвальде, на юге Германии, очень красивая местность, горная местность, я вспоминаю, когда мы жили в Киргизии, мы жили на краю Тенчанского хребта, так называемой Чуйской долины. И мы не раз поднимались высоко в горы на мотоциклах, на автомобилях, и там такие высокие горы, и чтобы подняться на эту высоту, преодолеть какой-то перевал, там были такие извилистые дороги, которые называются серпантинами. И вот вы знаете, там нужно было ехать очень аккуратно, осторожно, и вот преодолевая эту дистанцию, люди должны были это делать с большой осторожностью, потому что это не германский автобан, потому что это не германский автобан, но это такие крутые повороты, но это такие крутые повороты, здесь я в Германии это тоже встречал, и вот вы знаете, особенно на спуск, когда бывает, человек не справляется именно со скоростью и с управлением автомобиля, и немножечко поспешил, и вдруг он не вписывается в этот крутой поворот, то здесь есть, и там были такие аварийные тупики, и вы знаете, если кто-то не смог вписаться в этот поворот, он заезжал в этот аварийный тупик, это, конечно, делалось во избежание аварий и тяжелых последствий, вы знаете, говоря о сегодняшнем времени, и о всех ситуациях, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и соответствующими выводами, которые мы слышим, я бы сказал, что мы как раз находимся вот на этих серпантинах, и все братья и сестры, которые не соблюдают правила дорожного движения, образно говоря, не придерживаются Слово Божье, они находятся в такой ситуации, как те люди, которые невольно припарковались в этих тупиках, они попадают в такие ситуации, и можно сравнить с людьми, которые на таком крутом повороте заехали в такие аварийные тупики. и там находятся и пастырия, и проповедники, и рядовые Сословия христиан, кто-то заехал туда, и по этому примеру, за ним целая колонна братьев и сестры запарковались, вы знаете, я думаю, что это нерассудитель. Пройдет время, все станет на свои места, все будет в порядке. Да. Говорят в народе, время лучший судья. Манн спричт им фольт, «ди цайт из дэ бэстри рихта». А мы бы немножко поправили это, сказали, «Бог лучший судья», правда? Мы бы, ну, немножко поправили это, сказали, «Бог лучший судья», правда? Но время тоже в состоянии расставить все на свои места. Но auch die Zeit ist in der Lage, alles на своем Фольтере. Это как с теми проповедниками, которые в своих проповедях пророчествовали о пришествии Иисуса Христа на сегодняшнее время. И они не боялись, это поставить в интернет. И они не боялись, это поставить в интернет. Но, друзья мои, эту ошибку уже делали многие до нас. И вроде бы тоже серьезные братья. И за ними последовали многие. А сегодня мы с сожалению можем сказать. Это была грубейшая ошибка этих конфессий. Но кто-то пошел впереди. Кто-то перестал заглядывать в священное Писание. И кто-то перестал заглядывать и подгонять его под свое мнение. И этому последовали многие. И пришло большое разочарование и отступление от Господа. Вы знаете, мы имеем священное Писание. Видите, мы имеем это Библию. Мы должны в него вникать. И мы должны в него вникать. Вникать в себя. И в нас вникать. А что касается именно этих расчетов. И так далее. Христос об этом предупредил учеников своих. Он сказал, это не ваше дело знать времена и сроки. И он сказал, это не ваше дело знать времена и сроки. Которые Бог положил в своей власти. Он сказал, Он сказал, что вы будете моими свидетелями. Вы будете благовестниками. Вы будете работать в спасении душ. Я сделаю вас ловцами человеков. Да, в плане спасения погибающих людей. Друзья мои, это наше занятие. Да. Недавно я видел такой видеоролик. Вы знаете, о рыболовах. И о рыбалке. Вот вы знаете, там собираются люди. Это делала молодежь. Это было очень впечатляющий видеоролик. Это было очень красивое видео. Они играют роль рыболовов. Они говорят о искусстве рыбалки. О всей этой науке. Что необходимо делать для того, чтобы успешно заниматься этим ремеслом. И сколько туда инвестируется средств и времени. И сколько конференций проводится. Сколько средств туда вкладывается. И сколько людей готовят на это ремесло. И сколько людей готовят на это ремесло. Но, к большому сожалению, на рыбалку никто не выходит. Никто не выходит на море. Большие суда, построенные для рыболовки. Громе шифы, построенные для рыболовки, Стоят на причале. И они припарковались. И вы знаете, на них проходят конференции. Рассуждают, как это все эффективнее и лучше сделать. Но никакое судно не выходит в море. Средства затрачены. Но все стоит на причале. Все припарковано. Вот на таких, дорогие мои братья и сестры рыболовов, похожи мы сегодня. Мы имеем большие здания. Мы имеем все ресурсы. Все возможности. Но мы не выезжаем. Мы не занимаемся тем вопросом, которое нам Иисус делал. Но мы занялись второстепенным. И вообще, такими вопросами, за которые мы не отвечаем. Да, на это есть люди. Есть специалисты. Которые этим занимаются. Они отвечают за это. И они отвечают за это. Вот видите, Министерство здравоохранения. Да, на это есть люди. Да, на это есть люди. На которых лежит ответственность за происходящее и за последствия всех этих решений. Дорогие мои братья и сестры. Мы призваны благовестовать. Мы пчелы. Вы понимаете, друзья мои? Вы понимаете, это наше занятие, доставлять славу Господу. Это наше занятие, доставлять славу Господу. Друзья мои, наши корабли. Meine Freunde, наши корабли. Наши катера. Наши катера. Наши лодки. И наши бои. Должны предоставлены быть Господу. По назначению во спасении этого мира. Нам нельзя тратить время. Мы дурим на то, чтобы осуждать друг друга. И заниматься тем, что мы не имеем права. И нас damit beschäftigen, в том, что мы не имеем права. Вы знаете, здесь, в послании апостола Павла, Кремленам апостол Павел говорит нечто. Очень серьезное увещание ко всем нам. Он здесь говорит о пище. А я бы хотел перевести это на вакцинацию. Я бы хотел перевести это на вакцинацию. Да. Послание Римлянам 14 глава. Рöма, капитал 14. Давайте мы прочитаем сначала. Ласст uns von Anfang an lesen. Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Немт den schwachen im Glaubен ан, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Ибо иной уверен, что можно есть все. А немощный ест Овощи. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого Раба, пред своим Господом стоит он или падает и будет восстановлен. Ибо силен Бог восставит его. Всякий поступай по удостоверению своего. Его ума. Jeder, который был уверен. Так говорит апостол Павел. Так говорит апостол Павел. Читаем мы дальше. Десятый стих этой же главы. А ты что осуждаешь брата твоего или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано живу я, говорит Господь. Придо мноя приклонница всякая колена и всякий язык будет исповедовать Бога. Десятый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга. А лучше судите о том, чтобы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. И вот, друзья мои, запомните этот стих. 14 глава римлянам, 14 стих. Это очень легко запомнить. И, брюдер и швестер, меркайте euch diesen Vers. Рома, капитал 14, vers 14. 14, 14. 14, 14. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечистого. Я бы предложил еще похожие высказывания апостола Павла в послании к Титу. Он здесь говорит очень серьезные слова. Hier spricht он очень серьезные слова. Первая глава к Титу. 1. капитал к Титу. С 13. стиха. Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Дорогие мои братья и сестры, это все материальное. Это все проходящее. Это земное. Это нас не приближает и не удаляет от Господа. И это не приближает и не отвернет нас от Господа. Апостол Павел, он с уверенностью об этом говорит. Апостол Павел говорит о том, что я повторю это еще раз. Я повторю это еще раз. Римлянам 14.14. Рома 14.14. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, вы слышите, нет ничего в себе самом нечистого. Только для почитающего что-либо нечистым, тому нечисто. Поэтому, суммируя все это, я вам хочу сказать, моя личная точка зрения по всему этому является таковой. Вы знаете, мы христиане, имеющие Господа нашего Иисуса Христа, имеем высокий уровень, как положение, в котором находится Церковь, главой которой является сам Господь Иисус Христос, и нам не стоит за это переживать, но живя в этом мире, мы как христиане имеем право всем этим пользоваться, и не переживать, что нам что-то может повредить, как если бы это могло на нас, христиан, оказывать какое-то негативное влияние, как если бы мы говорим о каких-то негативном, о преступлении, то, что может нас разделить за Христом, это неправда. Поэтому благословить всех вас, Господь, Будьте свободны. К свободе призваны вы брать. Аминь. И не осуждайте никого. Пусть каждый поступает по удостоверению своего ума. Мы же христиане, не против медицины. Мы же христиане, не против медицин. И относимся к этому здраво. И мы не против него. Когда у нас болит зуб, мы же не идем к автослесарю. Если у нас зажмотит зуб, то мы не идем к автослесарю. Поэтому давайте мы будем заниматься своим делом. Поэтому давайте мы будем заниматься своим делом. Пусть Министерство здравоохранения, пусть все люди, которые занимаются этими вопросами. Моген alle Menschen, die sich mit diesem Thema befassen. Которые за это и отвечают. И которые dafür auch Verantwortung tragen. Занимаются этим. Моген die sich damit beschäftigen. А мы христиане. Мы, aber христиане. Будем заниматься нашим ремеслом. Ласте uns mit unserer Sache beschäftigt sein. Аминь. Я говорю в позитивном смысле этого слова. Я говорю в позитивном смысле этого слова. Я говорю в позитивном смысле этого слова. Исполняя великое поручение Иисуса Христа. Dass wir den großen Auftrag Иисуса Христа. Давайте объединим наши усилия. Ласте uns unsere Kräfte бюндeln. В это непростое время. В это непростое время. Проповедовать Евангелие. Чтобы наши построенные корабли. Я перевожу это на церковь. Dass unsere gebauten Schiffe. Ich übersetze das auf die Kirche. Катера. Unsere Куттер. Наши Лодочки. Unsere Бютчин. Служили в целях благовестия спасения душ. Dass sie dienen im Ziel der Evangelisation. In der Errettung der Seelen. Чтобы между нами не было разделений. Dass zwischen uns keine Trennung ist. И не было осуждений. Dass kein Verurzeilen da ist. Но чтобы мы могли любить друг друга. Помогать друг другу. Сondern dass wir einander lieben können. Einander helfen können. И не осуждали друг друга. Und einander nicht verurzeilen. И вот вы знаете, пройдет время. Und wisst ihr, dann wird eine Zeit vergehen. Совсем немного. Nicht viel. И вы убедитесь в этом. Und ihr werdet überzeugt sein. Дорогие мои братья и сестры. Meine Freunde, Brüder und Schwestern. Вот эти припаркованные пастыря, проповедники, братья и сестры. Diese geparkten Brüder, diese geparkten Pastoren, Brüder und Schwestern. Которые в это непростое время. Die in dieser schwierigen Zeit. Не соблюдали правил дорожного движения. Слово Божье. Nicht die Straßenverkehrsordnung sich gehalten haben an das Wort Gottes. И на больших скоростях. Und mit großer Geschwindigkeit. Попытались проехать по этим Serpentинам. Versucht haben, durch diese Serpentinen zu fahren. И только по этой причине припарковались в этих аварийных тупиках. Дорогие мои братья и сестры, я не Пророк и не сын Пророка. Meine Brüder und Schwestern, я не Пророк и не сын Пророка. Но пройдет время, они с этих тупиков начнут выезжать так, чтобы никто это не видел и не слышал. И я очень сомневаюсь, что пройдет время, что у них хватит столько мужества, чтобы вот по этому же принципу, как они делали громкие заявления в адрес тех, кто думал по-другому, что они так же громкое заявление и сказали, простите нас, братья и сестры, мы ошиблись. И уже осторожно преодолевать эти серпентины. И я думаю, вы эту аналогию, эту параллель, понимаете? Благослови всех нас, Господь! мы помолимся, мы помолимся, мы помолимся, Господи, мы благодарны Тебе за милость Твою и за любовь Твою, что Ты предоставляешь нам возможность, и в это настоящее время служить Тебе при тех условиях, которые есть. Auch сегодня, в эти условиях, в эти условиях, которые есть, помоги нам, Иисус, не только говорить о благовестии, не только говорить о Евангелизации, но и благослови вас, но и благослови вас, помоги нам, исполнить Твое поручение, и сохранить Тебе верность во всех обстоятельствах жизни. И я прошу Тебе за Церковь Твою, за народ Твой, помоги нам, не спешить и не колебаться умом, и прости нас, если мы где-то осуждали наших братьев и сестер. Имея, может быть, другое мнение, помилуй нас и благослови нас и segни нас. Вверяемся в Твои святые и божественные руки и народ Твой и Твой и земля, аминь. И е е е е е еfo, и е ето, и твот, иlynn, е е-де, аминь. Аминь.